И вот как раз диагностика и лечение онкологии, медицина в самом широком плане. Биология, физика, высокие технологии, искусственный интеллект. Все направления современной науки и высшего образования, основы, включены в соглашение о совместных проектах Академии наук и Союза ректоров. Кстати, ему накануне исполнилось 30 лет. О мощном ресурсе развития нашей страны. Алена Рогозина. Российский Союз ректоров и Президиум Академии наук оба в полном составе впервые так широко и подробно обсуждают план совместной работы по актуальным для страны направлениям. Меняется система образования, наука делает шаги вперед, меняется приборная база существенно, да и молодые люди становятся другими. Мы должны уметь отвечать на их тоже запросы. Мы должны работать на будущее. Один из ключевых приоритетов создания современных методик производства и подготовка кадров для развития гражданского приборостроения. Объединяются усилия Российской Академии наук наших университетов. Ну, в частности, первые четыре университета, МФТИ, МИФИ, МИЭД и Бауманка, уже стартовали по 15 позициям, готовят соответствующие разработки. Запущены и активно развиваются сразу несколько федеральных программ. Одна из них — генетические технологии. Биофак МГУ занимается математическим и суперкомпьютерным моделированием генетических процессов. А в уникальной лаборатории исторической ДНК, таких в мире единицы, Зоологического музея МГУ изучают многообразие животного мира Земли, начиная с динозавров. Для нас это просто волшебная палочка, потому что мы можем добираться до старинной ДНК из тех экспонатов, которые собраны 50, 100, 150 лет назад, кто-то из них уже вымер. Единственная в стране кафедра ЮНЕСКО на факультете глобальных процессов с помощью математического моделирования систематизирует и даже прогнозирует мировые экономические, экологические, политические события. К докладам молодых аналитиков прислушиваются международные эксперты Римского клуба научно-образовательных центров БРИКС, дипломаты, международники, управленцы с несколькими языками, навыками математиков и умением работать с искусственным интеллектом, уверены в МГУ, это одна из профессий будущего. Математика как раз позволяет создать такую экономическую модель, которая будет все аспекты жизни общества, касающиеся этой проблемы, учитывать. Это интересно? Ну, безусловно, это интересно. В области ядерной медицины тоже существует дефицит квалифицированных кадров. И тут особенно значима работа химического факультета МГУ. Группа молодых ученых занимается радиофармпрепаратами для направленной терапии и диагностики в онкологии. Радионуклид переходит из водной фазы в органическую с помощью специального леганда, и так мы можем разделять различные радионуклиды между собой. В этих лабораториях Дальневосточного университета тоже разрабатывают лекарства от рака — нанопружины. Их магнитные свойства используют для создания нанороботов и наносенсоров, агентов по доставке лекарств к раковым клеткам. Мы занимаемся, прежде всего, фундаментальной наукой, экспериментальной. Это истинная природа вещей, которая происходит на атомном уровне и позволяет разбираться в процессах, которые происходят на уровне атомов, то есть понимать различные эффекты. Программа синхротронно-нейтронных исследований или установки класса «Мега-сайенс» — это еще одно стратегическое направление для взаимодействия РАН с университетами в лице Российского союза ректоров. Нижний Новгород делится уникальными образовательными треками. Здесь один из крупнейших в мире — университетский центр фотоники, нейро и био. Мы работаем сейчас сельхознаукой, пытаемся изучать болезни растений и предсказывать, как это выглядит, и лечить. В Туле сосредоточены новейшие производства композитных материалов, подготовка специалистов для научно-технологического центра «Композитная долина» — одно из ключевых направлений работы местного вуза. Самая главная наша задача — уметь сочетать и прикладные исследования, и инженерные разработки, инжиниринговые, так и фундаментальные исследования. Союзу ректоров 30 лет. За плечами провальные 90-е, экономические кризисы выстояли. Огромный потенциал сохраняется, надо его эффективнее использовать. В приоритете у нас стоит задача подготовка для нас. Это высококвалифицированных кадров для исследователей. Задачи, которые тоже поднимали, — это подходы к работе с отдаленными детьми. Авторские методики работы с детьми, начиная с первого класса, помогают определить уникальные способности. В Адыгее начали с математической школы. Когда количество победителей российских и международных олимпиад выросло в пять раз, нацелились на выявление молодых талантов и в смежных областях. Спектр направлений расширился. Теперь это и биология, химия, астрономия, экономика, информатика и компьютерные науки. Конкурс на физмат в Адыгейском университете — один из самых больших. Дети мечтают стать учеными. Я люблю заниматься наукой, и мне это очень нравится. Это интересное направление. Я вижу свою дальнейшую жизнь, связанную именно с наукой. Для решения масштабных востребованных задач объединяются 600 высших учебных заведений страны и Российская Академия наук. Мощный ресурс принципиально новых возможностей в образовании, промышленности и экономике. Алена Рогозина, Александр Антонов, Андрей Макаров, Надежда Климовича, Велина Корнаева. Вести.